Девушки отдыхают Она называется «Нравственный выбор христианина». И здесь вы видите несколько составляющих элементов, и так или иначе мы будем их изучать. Что-то мы будем изучать с помощью учебника, что-то во время лекции или совмещая то и другое, и таким образом мы пройдем большую часть материала. Итак, о чем мы будем говорить? У вас все это есть в распечатке. Вы можете посмотреть. Римская цифра 2. Мы начнем с простых определений, с различий и принципов этики. Через несколько минут мы дойдем до конца второй страницы и начнем с определений терминов, которые будут необходимы нам на протяжении всего семестра. Также важно, затрагивая тему «Выбор христианина», ответить на вопрос «Что делает человека нравственным при совершении поступка или безнравственным в том, что он делает?» Вам нужно знать, что этот вопрос отличается от вопроса «Какой поступок мы можем назвать нравственным или безнравственным?» Последний вопрос ожидает оценки поступка. А вопрос, который записан под цифрой 2, интересуется человеком, который совершает поступок. Как мне узнать, правильно ли или нравственно ли я поступил? Даже если я поступаю в соответствии с нравственными законами, я послушан законам морали. Может быть, я поступаю нравственно, а может быть и нет. Мы должны разобраться с этим вопросом. В-третьих, какие существуют подходы к этическим проблемам, с которыми сталкивается христианин, когда ему или ей нужно сделать выбор в нравственной сфере жизни? Когда мы доходим до этого раздела в теме о выборе христианина, о нравственном выборе христианина, мы рассмотрим различные способы классификации этических теорий. И мы сможем увидеть суть различных этических теорий и увидеть, каким образом они применяются и какие заключают в себе доводы. Например, доводы о том, можно ли делать аборт или нет, должна ли быть смертная казнь или нет, и так далее. Четвертый вопрос. Мы уже упоминали о нем раньше. Можно ли Писание, особенно Ветхий Завет, применять в христианской этике? Некоторые люди утверждают, что Писание вообще нельзя применять в этике, потому что какую бы книгу вы ни взяли из Писания, она была написана по крайней мере две тысячи лет назад, а многие книги даже намного раньше. А вот к настоящему времени обстановка сильно изменилась, и мы не до конца понимаем, что все эти правила в Писании могли означать, потому что некоторые из них касались актуальных для того времени вопросов, но сейчас не имеют смысла. Итак, некоторые люди говорят, что Писание нельзя применять вообще в этике. Я сомневаюсь, что кто-то из присутствующих здесь думает так. Это типичное возражение, возникающее у неверующих. Но это не единственный вопрос, который мы можем задать о Писании и ответить на него, даже если у нас нет беспокойства по поводу применения Писания в христианской этике. Нам нужно поговорить о Ветхом Завете и узнать, запрещен ли туда вход для новозаветних верующих. Если это так, то откуда мы можем знать это? Если нет, то какой объем Ветхого Завета актуален для нас сегодня, и как нам узнать, какие ветхозаветные правила применяются к нам, а какие нет? Поэтому нам нужно разобраться в этом вопросе, и потому мы будем рассматривать его как в классе, так и в процессе чтения. Пятый элемент, который учитывается, когда христианин делает выбор, это вопрос о том, как вы будете объяснять правильность ваших этических теорий и этических норм поведения. Я хочу рассказать вам правдивую историю, и, возможно, я вспомню о ней и буду ссылаться на нее, когда мы будем обсуждать эту тему намного позднее. Хочу просто рассказать вам о том, что случилось со мной несколько лет назад, когда мы жили в городе Портленд, штат Орегон. Это случилось в начале моей преподавательской карьеры, и по обыкновению я проповедовал по воскресеньям то в одной церкви, то в другой. В одной церкви не было пастора, и так случилось, что я посетил ее несколько раз подряд. Это было в то время, когда у нас были и утренние, и вечерние служения. И я помню, что после вечернего служения, я не знаю, я не помню, что в моей проповеди стало причиной этого вопроса. Может быть, ничего, возможно, эта женщина просто хотела задать этот вопрос. Но одна богобоязненная христианка, мать, подошла ко мне после вечернего служения и сказала, «У меня есть к вам вопрос». Она сказала, «У меня проблемы с некоторыми детьми. Они подростки и учатся в старших классах. Они слышат, они видят то, что делают их друзья, и им бы хотелось сделать то же самое». Они приходят домой и говорят мне, «Мама, такое-то, такое-то, делай то-то и то-то. Можно мне пойти с ним? Можно мне делать это?» И я говорю им, «Нет, вам нельзя». Они спрашивают, «Почему?» И я говорю, «Потому что Библия запрещает это, или просто христиане так не поступают». На это мои дети сказали, «А что плохого в этом? То, что Библия так говорит, или то, что христиане не делают этого?» И тут она сказала, «Я не знала, что сказать в ответ». Для меня это было поразительно. Не только в том случае, но и с тех самых пор. Я думаю, что некоторые из нас, ну, теперь вы догадаетесь, сколько мне лет, росли во времена, когда было больше нравственного консенсуса в Соединенных Штатах, сосредоточенного вокруг так называемого иудео-христианского понимания нравственности и мировоззрения. И в результате этого мы не только слышали о христианской нравственности в церкви и от родителей, но мы слышали об этом, хотите верьте, хотите нет, до определенной степени даже в школе. Учитель не всегда говорил, «Запомните золотое правило христианства», но он говорил о различных библейских правилах, потому что так правильно поступать с нравственной и этической точки зрения. И я предполагаю, что те из вас, кто рос в то же время, что и я, думали, что все остальные знают о том, чему учили меня. И я думаю, что вследствие этого в церкви мы думаем, что дети получают необходимую информацию дома и в школе, а дома мы думаем, что детей обучают этому в воскресной школе. В конце концов, оказывается, что никто нигде не учит этому, не учит нравственности. И никто не возражает против такого порядка вещей, так как они все думают, что существует только христианское мировоззрение. Они не сталкиваются с вопросом, «Ну хорошо, Библия говорит не делать этого, но разве это достаточное основание, чтобы так не поступать?» Откуда вы знаете, что это справедливое требование в Библии? Думаю, что нам нужно как-то отреагировать на это. Иначе, я думаю, курс, подобный этому, превратился бы в упражнение в том, что христианин без стеснения может сказать другому христианину. Но, к сожалению, время от времени я встречал студентов, которые говорят, «Мы верим в Библию, и многое можно взять из Писания». Да, конечно, христиане могут руководствоваться Библией, но эта система правил не относится к неверующим, которые не обращают внимания на Библию, не так ли? Я должен сказать, «Да, это так». Мы должны рассказывать им о библейской этике. Но если вы будете это делать, не удивляйтесь, если иногда вам будут говорить, «Да, это библейские правила». Но почему вы считаете, что они правильны? Представьте, мы начинаем говорить о справедливости. И тогда станет вопрос, что означает выражение «справедливый поступок», «справедливое наказание» или «справедливый нравственный кодекс». Мы будем говорить об этом позже, в последующих главах. А в этой главе, посвященной выбору христианина, мы пока не будем касаться этих деталей. Итак, что здесь подразумевается? Не все люди понимают справедливость одинаково. Если вы говорите, что нельзя навязывать смертную казнь в Соединенных Штатах, потому что она несправедливо применяется ко всем людям, всем расам, всем экономическим группам, то для начала нужно задать вопрос, а как определить, что справедливо, а что нет? И тут мы обнаружим, что суть проблемы даже не в том, что люди не согласны с нами, справедлива смертная казнь или нет. Они вообще не могут быть не согласны с нашим определением справедливости или того, что справедливо. Над этим вопросом стоит, по крайней мере, задуматься. И, наконец, все, что мы перечислили под пунктом «вопросы, связанные с выбором христианина», христианина до этого момента, допускает или предполагает, что мы говорим о нравственных правилах. Что происходит? Когда вы начинаете обсуждать правила, которые непосредственно или косвенно не относятся к сфере нравственных правил, нравственное правило определяется вашей этической теорией. Однако, это та сфера, в которой, похоже, христиане часто чувствуют себя неуютно. Мы говорим о вопросах свободы христианина. Об этом говорят различные фрагменты, достаточно большие фрагменты в посланиях апостола Павла Римлянам в 14 главе и частично в 15 главе. Например, вы можете найти это также и в первом послании Коринфянам. Мы говорим о вещах, которые сами по себе не имеют отношения к нравственности. Однако, христиане порой не могут со спокойной совестью делать что-то, особенно если другие видят, что они делают то, что кажется другим христианам предосудительным. Итак, для того, чтобы вопрос относился к христианской свободе, не должно быть нравственных обязательств, нравственных правил, которые непосредственно или косвенно относились бы к этой самой деятельности. Она должна быть свободна от нравственных формул типа «можно» или «нельзя». Но христианам порой все же неудобно. О чем конкретно мы здесь говорим? Я не могу сказать точно, что сегодня может быть в списке наиболее обсуждаемых и осуждаемых вопросов у большинства современных христиан, потому что то, что было в таком списке, когда я рос, об этом многие христиане сейчас даже и не представляют. Это снова показывает мой почтенный возраст. А там были такие вопросы, как «можно ли христианину танцевать на вечеринке?» «Можно ли христианину ходить в кинотеатр?» «Должна ли у христианина быть соответствующая прическа?» А как насчет того, что на лице, борода или усы, что-то вроде этого? Здесь мы не найдем установки «можно» или «нельзя», непосредственно или косвенно относящиеся к этим вопросам. Однако в разные периоды истории нашей страны, по крайней мере, были люди, которые не совсем были уверены в этих вопросах. А как быть с употреблением алкогольных напитков? В Писании говорится «не упивайтесь», но не говорится о том, что нельзя иногда немного выпить вина или алкогольного напитка. Но из-за того, что ассоциируется с алкоголем, по крайней мере, некоторые современные христиане чувствуют дискомфорт, если им нужно участвовать в этом. Как я уже говорил, многое из того, что раньше относило к сфере христианской свободы, воспринимается теперь как само собой разумеющееся. Трудно определить, что написать в списке сегодня, что люди записали бы в новом списке. Некоторые люди могут сказать, что вопрос не в том, ходить в кинотеатр или нет, а в том, на фильм какой категории можно пойти, а на какой нет. Например, фильм категории «Р» – можно или нельзя ходить вот на такие фильмы. Под «Р» здесь подразумевается сцена насилия или откровенные сцены в этом фильме. Вопрос звучит так. Может ли христианин смотреть такой фильм? У некоторых христиан не возникает вопросов в связи с этим. Они говорят, да, я могу пойти на фильм категории «Р» или другие фильмы, за исключением фильмов категории «Х». Мы можем смотреть эти фильмы, говорят они. Но есть и другие христиане. Они сомневаются в этом и смотрят только фильмы для общего просмотра. Итак, если вы делаете что-то подобное, то как вы поведете себя в определенный момент? Предположим, вас пригласил домой друг христианин, и вы приглашены на ужин. И когда начинается прием пищи, хозяин или хозяйка подходит к вам и говорит, вам налить немного вина? Не хотите ли бы хлеба или вина? Что вы будете делать в этом случае? Скажете ли вы, да, пожалуйста, хлеба, да, вина? Или вы скажете, нет, спасибо, я буду пить только воду. Что вы будете делать? И как вы выберете, что вам делать? Все это относится к вопросам христианской свободы. И это мы будем рассматривать достаточно подробно в главе о нравственном выборе христианина. И я попрошу вас прочитать эту главу, и после прочтения вы сможете задавать вопросы, когда мы будем рассматривать эту тему на занятиях. Вот некоторые из вопросов, которые тесно связаны с нравственным выбором христианина. А сейчас мне хотелось бы обратиться к основным определениям, к основным отличительным характеристикам и принципам. Но прежде чем я приступлю к этой теме, может быть, у вас есть вопросы, может быть, у вас есть дополнения по тому, что было уже сказано. Это были основные положения ведения, но, возможно, у вас есть вопросы. Что ж, если вопросов нет... Да, пожалуйста. У меня есть вопрос о разнице между утверждениями. Вы сказали, что нельзя перейти от фактических утверждений к нравственным. Не могли бы вы привести пример, почему это невозможно? Конечно. Давайте, например, немного поговорим о сексуальной морали. Фактическое утверждение в этом случае может быть такое. Джон и Мария занимаются сексом вне брака. Итак, вопрос. Можете ли вы, основываясь только на этом факте, сказать, что Джон и Мария должны так поступать? Можете ли вы сказать, что то, что они делают, неприемлемо? Или, наоборот, приемлемо с нравственной точки зрения? Ну, а если вы зайдете с другой стороны, то вы можете сказать, что половая жизнь вне брака недопустима с точки зрения морали. Что же тогда произойдет? Можем ли мы рассчитывать, что все, кому мы скажем об этом, сразу же перестанут заниматься сексом вне брака и немедленно осознают ценность этого утверждения? Мы знаем, что это не так. Итак, одни люди говорят, «Я думаю, что на основании того, что происходит, можно сказать, что это и должно происходить. Но другие люди говорят, что поступки людей могут быть совершенно безрассудны, и не надо делать какие-либо выводы о том, что им следует делать, наблюдая лишь за тем, как они поступают». Спасибо за вопрос. Вы правы. Это кажется немного абстрактным. Но именно подобные вопросы философы и задают по этому поводу. Если просто описать то, что происходит, можно ли сделать вывод о том, что должно происходить? Или, если вы сможете вывести определенные нравственные правила, может ли это описать то, что происходит на самом деле? Вы видите, что здесь есть достаточно оснований для споров. Нет никакой связи между «есть» и «должен». Но все же есть моралисты, которые хотели бы сказать, что связь здесь все-таки есть. «Должен» по их представлениям может вытекать из того, что есть. Хорошо. Есть еще вопросы? Да. Насколько я понимаю, у нас есть четыре аспекта, которые делают поступок нравственным. Должны ли присутствовать все четыре характеристики? Да, обязательно. Другими словами, скажем, если в каком-то решении аспекты номер один и два присутствуют, а аспекты три и четыре не подходят, тогда нет, поступок не назовешь нравственным. Все четыре аспекта должны присутствовать в выборе поступки или вопросе. Все четыре аспекта должны быть объединены, чтобы что-то было признано нравственным. Ну, хорошо. Вот вы сказали, что один из пунктов – это забота о человеческом благополучии. Ну, а как насчет заботы о благополучии животных? Хороший вопрос. Все слышали вопрос? Мы говорили, что один из аспектов, которые определяют поступок как нравственный, в отличие от безнравственного – это забота о благополучии человека. Вопрос здесь – а как насчет благополучия животного? Много шума сейчас вокруг этого происходит. Мы слышим об этических правах животного. Я думаю, что многие люди хотели бы подчеркнуть, что речь идет не о правах животного и при этом исключая права человека или за счет прав человека и его благополучия, а как соотносятся права человека и права животного. Итак, кто-то, глядя на все это, скажет – в этом положении все нормально. Ну, хорошо, пусть будет благополучие и человека, и животного. Мне будет спокойно. Но затем, я предполагаю, в недалеком будущем кто-то спросит – а как быть с растениями, с их чувствами, с их тревогами? Означает ли это, что я могу срубить любое дерево, какое захочу, и разбрасывать различные химикаты на лужайку, чтобы трава вымерла? Я думаю, что кто-то может сказать – это должно применяться к любому живому организму. Мы не будем заходить так далеко. Но я без проблем могу сказать – вопрос должен стоять так – или благополучие человека, или животного. Я думаю, что все из нас, даже если мы не знаем, по какому пути пойдут люди, выступающие за этическое отношение к животным, я думаю, что все мы согласимся, что Господь повелел нам покорять землю и управлять ею для Него. Но Он не говорил, что у нас есть право варварски эксплуатировать землю и ее обитателей. Определенно, что к этому мы должны относиться серьезно. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Может быть, для кого-то это очевидно? Мы говорили о разнице между нравственным поступком и поступком, не относящимся к нравственной сфере. Например, какого цвета полотенца использовать? А потом мы говорили о поступке и о том, что ассоциируется с этим поступком. А что, если эти ассоциации настолько сильны, что развивается целая проблема? Так что эти ассоциации начинают влиять на отношение человека к этому поступку, влиять на то, что человек из-за этих ассоциаций приемлет этот поступок или не приемлет? Хороший вопрос. И я попробую ответить таким образом. Вот почему мы говорим, что нам нужно определить, подпадает ли данное действие или вопрос или решение прямо или полностью или коственно и не полностью по действию того или другого морального правила. Если есть моральное правило, относящееся к данной ситуации, то это уже не относится к категории христианской свободы. То есть мы не можем сказать, что здесь мы вольны поступать по своему усмотрению. Таким образом, если вы собираетесь дать определение христианской свободе, то прежде всего это то, что непосредственно или косвенно не имеет нравственных абсолютов. Во-вторых, это те вопросы, на которые одни христиане могут смотреть не так, как другие христиане. Например, я сказал бы, что выбор красного полотенца или зеленого полотенца – это вопрос христианской свободы. Здесь нет никакого нравственного правила. И я не знаю ни одного христианина, у которого возникнут сомнения о моей порядочности или тревожные чувства, если я скажу им, что я обычно пользуюсь зеленым, потому что это мой любимый цвет, и другой цвет я не выбираю. Думаю, что для большинства христиан не будет оскорблением, если они услышат такое. То есть, должны присутствовать оба момента. Никакого нравственного правила непосредственного или косвенного не применяется, и это не должна быть сфера, по которой у христиан могут быть вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok